МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время городская дума разные поводы для всеобщего внимания подкидывала. Но не переживайте, на этот раз повод это выборы мэра. Ну как выборы с другой стороны? В общем, поговорим об этом с гостем в студии депутат Пермской городской думы Михаил Бесфамильный. Михаил, здравствуйте. Ну, я так понимаю, все-таки процедура в некотором роде была формальная. В принципе, было понятно, что Алексей Демкин станет мэром Перми. Вот так ли это? Ну и какие ожидания все-таки от свершившегося факта есть? Я бы хотел подкорректировать немножко не то, чтобы уж прямо совсем все было понятно, а просто я бы сказал, что у Алексея Николаевича было гораздо больше шансов, чем у других кандидатов стать мэром. Гораздо более дипломатичная формулировка, да. Но все-таки чего ждем вот теперь? Уже все ясно. Какие ожидания у вас? Вообще на моей памяти получается Алексей Николаевич – это первый мэр города, который имеет действительно большой опыт в работе в бизнесе, имеет большой опыт в политике и имеет большой опыт, что очень важно в руководстве крупным предприятиям. Это на самом-то деле очень такая хорошая связка разного видения, разного опыта. И я считаю, что это может дать и должно дать определенный толчок к развитию города. Потому что город Пермь – это, по сути, такое же предприятие, у которого есть какое-то количество людей, да, которые в нем проживают. Есть доходы, есть расходы. Основная задача – это увеличивать доходы, держать расходы в каком-то там определенном соотношении и с каждым годом улучшать качество проживания. И я считаю, что если Алексей Николаевич соберет ту команду, которая непосредственно будет заточена на результат, потому что, объективно говоря, зачастую многие чиновники, они больше заточены на некий процесс. А когда ты человек из бизнеса, ты весь пропитан результатом, потому что процесс как раз тебе не дает эффекта. И, соответственно, если Алексей Николаевич сможет набрать, я уверен, у него есть такая возможность, ту команду, которая тоже будет заточена на результат, а не просто на какие-то там условно отписки, как обычно это происходит на процесс, то я уверен, что у нас будет хороший толчок к развитию города, потому что у нас много крупных предприятий, но при всем при этом малый и средний бизнес слабо представлен. Это видно по всей статистике, по всей аналитике, с тем же самыми другими крупными городами. Но при всем при этом малый и средний бизнес дает очень большую возможность к развитию с точки зрения дохода бюджета. Ну, будем надеяться, что наше предприятие, город Пермь, действительно будет показывать под руководством Алексея Николаевича высокие результаты. Тот опыт в бизнесе, о котором вы говорили, это опыт в строительной сфере, и вообще надо сказать, что сейчас городская дума у нас, строительный сектор в ней представлен достаточно внушительно. Вот это, на ваш взгляд, помогает Перми развиваться правильно? Не только с точки зрения того, как меняется город, с точки зрения застройки, а в целом? Ну, вот любая инициатива с точки зрения развития города, с точки зрения строительства, она имеет вообще очень длительный период во времени. То есть, когда принимается какое-то решение, эффект от него можно увидеть, ну, как минимум года через три. Это я, например, в частности про стройку говорю. Но за последние 10 лет у нас, получается, поменялось 4 губернатора, и у каждого в этой части был какой-то свой подход. И за три года, то есть, условно, пришел губернатор, выбрал какой-то подход в развитии данного сектора. Я не говорю, что какие-то решения были там хорошие или плохие, но получалось, что мы не могли увидеть эффект от тех или иных принятых решений, потому что просто срок был очень короткий. И снова все... И снова какие-то изменения. Сейчас то, что происходит на краевом уровне, то, что происходит в рамках градостроительной политики, мне лично как депутату или как представителю строительного бизнеса импонирует, потому что есть какое-то четкое понимание на развитие. Опять же, я всегда говорил, что девелопер, он строит ровно то, что ему дают возможность построить, и ровно там, где ему дают возможность построить. Поэтому это вопрос регулирования городских и краевых властей. То, как они хотят себе видеть развитие города, и то, в каком виде они себе хотят это развитие. Но, тем не менее, в последнее время, как мне кажется, больше стало в информационном поле, по крайней мере, возникать конфликтных ситуаций между, условно говоря, назовем застройщиками и условно назовем общественниками. Вот эту ситуацию там можно перечислить некоторые объекты, но я думаю, что зрители и так знакомы с этим. С чем вы связываете? Почему так происходит? Ну, вот если, например, посмотреть последний, скажем так, вот информационный повод, это застройка территории Молота, если конкретизировать. Вообще, очень часто, или, например, застройку ДКЖА, где планируется построить гостиницу за ДКЖА. Я считаю, что общественники – это хорошо. Они, как бы, скрывают определенного рода проблемы, на которые, там, по каким-то причинам, бизнес или, там, политики или власти, они не обращают внимания, потому что это те люди, которые живут в каких-то конкретных территориях. Но, к сожалению, очень часто это перерастает в собственный пиар тех или иных людей. Я, например, как человек, считающий себя профессионалом с точки зрения градостроительной отрасли, да, за последние пять лет, я действительно достаточно глубоко погрузился в эту тематику, и многие моменты я знаю, ну, на порядок лучше, чем, там, другие, да, специалисты. И то, что я вижу, это, во-первых, идет искажение фактов у многих общественников, которые просто на этом пиарятся. И это все получается очень неконструктивно. А когда неконструктивно, то, соответственно, результата никакого не будет. С точки зрения того же самого молота, есть какой-то определенный, да, на эту тему негатив. Но, с другой стороны, это определенный толчок к развитию территории. Это, то есть, там, например, общественники говорят, вот, молот собираются снести. Ну, это, как бы, опять же, искажение фактов. Молот никто сносить не собирается. Застройщик параллельно с возведением жилья планирует построить. Не то, что планирует, обязан построить. Получается многофункциональный комплекс с чашей бассейна в 50 метров. У нас давным-давно есть проблемы, связанные с водой, с тем, что ее нет. Там люди занимаются, в пять утра ходят, там, на различного рода тренировки и так далее. И в этой части и управление таким большим тоже предприятием, как бассейн, в рамках частного управления, это даже более, в моем понимании, эффективно, нежели чем, если это муниципально. Плюс застройщик берет на себя обязательства по предоставлению бесплатного времени для муниципальных нужд в объеме 300 миллионов рублей на протяжении 10 лет. То есть, эта сумма будет переведена в часы по муниципальному тарифу, да, который сейчас есть. И, соответственно, будет там ежегодно застройщик будет обязан в объеме 30 миллионов переведенных в часы бесплатно отдавать тем людям, которые имеют на это право. В моем понимании это плюс. Понятно, что, может быть, это по каким-то причинам кому-то не нравится, но я в этой части, в этом конкретном формате вижу гораздо больше плюсов, нежели чем каких-то минусов. Когда мы говорим, например, про социалку, про школы, про садики и так далее, я тоже постоянно про это говорю, что девелоперы, они не создают новых людей. У нас город, например, как Екатеринбург, с каждым годом не прирастает по количеству новых людей. Соответственно, от того, что в том или ином месте появляется какой-то новый объект, влияние на ту инфраструктуру, которая уже сейчас есть, оно в моем понимании минимально. Понятно, если это там миллион квадратных метров, то это одно дело. И тут поэтому задача властей очень четко понимать, какое влияние на инфраструктуру появляется. Если сюда люди переехали, значит, откуда-то эти они уехали, значит, где-то станет лучше в этой части. И самое главное, чтобы было понимание, какое идет влияние и каким образом сделать так, чтобы оно не ухудшало существующую ситуацию. Ну, я считаю, что особенно нынешний глава города, который в этом действительно понимает, как профессионал, он имеет все возможности и средства для того, чтобы не ухудшить сложившуюся ситуацию, которая есть сейчас в Мотовелихинском районе, а сделать ее и лучше. Ну, и вот это понимание, конечно, не мешало бы, чтобы у людей тоже формировалось. В конце концов, есть общественные слушания, и можно принять участие, послушать мнение одно, послушать другое, сделать все выводы. Вообще, всегда неправильное толкование, оно появляется тогда, когда не хватает информации. Я считаю, что город в этой части, он должен быть более активный и больше предоставлять информацию. То есть, ну, я не знаю, создать, может быть, какую-то площадку, где показать все цифры. Ну, то есть, потому что это как получается? Кто-то услышал, что что-то строят на молоте, кто-то другой понял это как-то по-другому. В итоге в оконцовке получилось таким образом, что все снесут и построят жилье. И вот неправильное толкование той или иной информации или ее отсутствие приводит к таким вот негативным всплескам. Тут надо просто больше пиар-службам дорабатывать с точки зрения предоставления большего количества информации по тем или иным площадкам, которые имеют значение для тех граждан, которые проживают в той или иной территории. Это на самом-то деле то же самое касаемо и ДКЖа по застройке гостиницы, да, и по любым другим объектам, которые имеют определенный резонанс. Нужно просто до принятия тех или иных решений максимально информировать, ну, и дальше продолжать информировать для того, чтобы работать с возражениями, для того, чтобы просто у людей не складывалось неправильное ощущение от тех или иных принятых решений. Ну, я думаю, это предложение дойдет до нужных рук, потому что пиар-служба городской администрации нас в любом случае мониторит. Давайте поговорим, продолжим разговор о вашей профессиональной сфере деятельности, ну, теперь, что называется, для людей. Насколько я понимаю, был период в пандемию, когда люди активно начали инвестировать в недвижимость, начали покупать квартиры, чтобы деньги не испарились, не сгорели. Что происходит сейчас, что происходит с ценами, ну, и вот какая-то ближайшая отдаленная перспектива, на которую можем более-менее определенно загадывать, как она выглядит? За прошлый год цены на жилье выросли в среднем на 15%. Это не только Пермь, это по всей России, в каких-то регионах, как Москва, там и до 30% есть территория, где доходит увеличение. Сейчас цены замедлились с точки зрения роста, но за январь-февраль пару процентов рост произошел. Вообще это связано с многими количественными факторами, то есть это все, по сути, наложилось одно на другое. Это и переходные скроу-счета, это определенный рост в себестоимости, в том, что девелоперы замораживают свои деньги на длительный период времени. Это и пандемия, где пошло ослабление рубля, это и снижение ставки по депозитам, это и льготная ипотека. И эти все факторы, они привели к тому, что пошел рост цен. То есть тут я не могу сказать, что какой-то один фактор на это повлиял больше или меньше. Я думаю, что плюс-минус примерно одинаково. Вообще нужно отметить, что и рост на материалы, он тоже оказывает очень сильное влияние. И поэтому, например, прогнозирую, что если остальные факторы как-то отключатся, цены все равно не пойдут вниз. По той простой причине, что себестоимость, она растет. Во-первых, растет себестоимость. Во-вторых, растет предпочтение у жителей с точки зрения того, каким бы себе они хотели видеть дом, каким бы они себе хотели видеть благоустройство, холлы и так далее. Это все тоже накладывает определенный отпечаток на себестоимость, на то, каким образом нужно организовать процесс. И это все, опять же, толкает стоимость вверх. А вот что касается того запроса, который от граждан поступает, ну, действительно, когда смотришь на то, как застраивается Пермь, по-разному ведь происходит. Где-то строятся, в свое мнение, скажу исключительно личное, человейники, где-то строится вполне комфортное мало- или среднеэтажное жилье, действительно, в котором людям будет комфортно жить. Когда, по-вашему, общественное мнение приведет к тому, что человейников не станет в Перми, а будет строиться комфортное жилье для людей? Первый вариант, когда власть, например, начнет это жестко регулировать сама, каким-то образом. Это и ограничение поэтажности, можно сделать так называемый градостроительный паспорт, когда архитектурно-градостроительный облик согласовывается определенной комиссией, и ты потом от этого, например, отказаться не можешь, когда будешь проектировать. Но это, опять же, все достаточно серьезные усложнения, которые, опять же, влияют на сроки и которые влияют на цену. Например, в Москве, в Московской области именно такая ситуация, когда ты проходишь некую градостроительную комиссию, и тебе одобряют проект, там и планировки, и фасады, и различного рода решений, и ты потом от этого отклониться не можешь. Но это Москва, поэтому там немножко другая ситуация. Объективно застройщики строят то, на что есть спрос. И пока будет спрос на человейники, когда есть возможность, это просто по себестоимости это дешевле. А раз по себестоимости это дешевле, значит, цена реализации ты можешь оставлять плюс-минус такую же, ты будешь быстрее продавать, тебе это проще продавать, проще строить, и зарабатываешь ты примерно столько же, если ты не будешь, там, больше даже, чем ты не будешь строить человейники. Поэтому пока есть спрос, так или иначе, будут строить такие объекты, которые, да, действительно, они, ну, там, на порядок менее комфортны в проживании, чем, там, какое-то жилье с переменной этажностью, с какими-то хорошими фасадами, там, входными группами и так далее. Но пока есть спрос, будет и предложение. Вот, друзья, все снова зависит только от нас с вами получается. Ну и, Михаил, еще такой вопрос. В сентябре у нас выборы грядут, большая выборная кампания будет, в том числе в городскую думу. Ну, может быть, вы своими планами поделитесь на сентябрь, значит, ну и плюс спрошу вас вот еще о чем. Какие темы, по-вашему, будут определять предпочтения избирателей? Что самое важное будет к сентябрю у нас в городе, на чем люди будут строить и основывать свой выбор? Ну, с точки зрения своих планов, я планирую идти в следующий созыв в городской думы, пока я не определился, каким образом это будет, либо в рамках одномандатного округа, либо, соответственно, по спискам. Но планы у меня такие есть. Это первый момент. Второй момент, с точки зрения, на чем будут строиться выборы, ну, на самом-то деле, всегда это плюс-минус одно и то же, да, с точки зрения того, что, ну, есть определенные потребности у людей, они хотят получать качественную услугу, по большому счету, то, чем должен заниматься глава города и депутаты. Качественная услуга с точки зрения общественного транспорта, с точки зрения социальной инфраструктуры, там, спорта и так далее, так далее. Наверное, ничего нового не произойдет. Это все какие-то, на самом-то деле, базовые потребности, которые люди хотят получать в определенном качестве и по определенной цене, которая их устраивает. Ну, ведь, получается, люди, наверное, основывают свой выбор на предыдущем периоде. То есть было хорошо, оставим все как есть. Было там не очень хорошо, что-то не понравилось, надо поменять. В этой связи как, по-вашему, может измениться кардинально, значительно состав городской думы? Честно сказать, я не знаю, как он поменяется. Думаю, что процентов 50 останется точно тех же депутатов, которые были, потому что те депутаты, которые работают по одномандатным округам, ну, то есть если даже появляется конкуренция, очень сложно с ними конкурировать, потому что у них уже есть определенного рода контакт, есть определенные заслуги перед теми или иными людьми, которые там живут, и у него есть узнаваемость. И поэтому с ними конкурировать очень сложно. В списке это какая-то вообще отдельная история. Ну, поэтому я думаю, что процентов на 50-70 это все останется так, как есть, а там уже в основном по спискам будут какие-то изменения. Ну что ж, Михаил, вас благодарю за то, что сегодня были у нас в гостях. Ждем с сентября, действительно, посмотрим, оправдается ли ваш прогноз. Но и до этого времени, естественно, будем рады видеть вас снова, чтобы узнать, чем живет наш любимый город Пермь. Спасибо. До встречи. Вы смотрели Лобби-холл на Ветте 24. Сегодня у нас в гостях был депутат Пермской городской думы Михаил Бесфамильный. Меня зовут Станислав Уланов. Всего вам хорошего. До встречи на Ветте 24. Субтитры подогнал «Симон»!